Упрощенный порядок оформления ДТП действует в России с 2009 года. Участники сами составляют схему аварии, заполняют извещение, его выдают вместе с полюса МОСАГО, и направляют документы страховщику, который принимает решение о компенсации ущерба. Главное условие – в аварии не должно быть пострадавших, между водителями споров, кто виноват, а размер ущерба не должен превышать 25 тысяч рублей. Прошло пять лет, а Европротокол так и не стал популярным среди водителей. На сегодняшний день статистика как таковая по всем компаниям не ведется. Могу сказать, в рамках разреза своей компании, сколько ко мне обращаются, процент маленький, скажем, до 5% от всех заявленных убытков. Жительница Оренбурга Галина Дубовая за рулем 20 лет. В авариях участвовала не однажды и всегда не по своей вине. Вот и в этот раз ее машину зацепила неопытная девушка-водитель. Времени у нее было мало, а ущерб небольшой, помята дверь. Поэтому сразу предложила оформить ДТП по Европротоколу. Заполнили извещение, обменялись телефонами, расписались, на всякий случай отфотографировали все. И разъехались, буквально 10 минут заняло. А на следующий день встретились страховые компании. Там нам помогли все документы оформить, тоже все зафиксировали, отфотографировали и все. То есть практически это времени не отняло никакого. Все, и деньги пришли мне на счет буквально в течение 20 дней. Причина, почему Европротокол до сих пор не вошел в практику оренбуржцев, понятна. Это боязнь сделать ошибку в документах и недоверие к страховым компаниям. Хотя, по словам тех же страховщиков, ничего сложного в заполнении бумаг нет. Нужно будет запомнить только все графы, отвечая на вопросы. Кто был водителем ДТП, кто собственник, какое транспортное средство. Нарисовать схему ДТП не нужно применять никакие определенные знания. Нужно схематично зафиксировать положение транспортных средств на дороге. Автоюристы говорят, оформление мелких ДТП без помощи гаишников – задумка хорошая. И опасения водителей, что страховщики обманут при выплате ущерба, напрасны. Опыт нашей работы подсказывает, что если страховщики видят, что оформлено по европротоколу, для них это прямо манна небесная. Они уже знают все. 25 тысяч лимит ответственности. Больше на них ничего не ляжет. И поэтому, как правило, они с удовольствием платят эти деньги. Каждый день в Оренбурге бьются сотни автомобилей. И большая часть аварий – это так называемые тычки. Но дело в том, что в полумиллионном городе оформлением ДТП занимается всего несколько экипажей ДПС. Как результат – куча потраченного времени и огромные пробки, которые создают участники аварий. В Москве мелкие ДТП уже давно оформляют по европротоколу. И когда в Оренбурге войдет это в практику – неизвестно. По всей видимости, когда придет осознание, что время – деньги, а главное – появится доверие к страховщикам. Мереке Ульманов, Вадим Нечаев, Виктор Горшенев. Наше время.